Из этого урока вы узнаете, как в программе Геогебра создавать геометрические фигуры, в частности, стереометрические объекты. Для этого мы переходим во вкладку 3D графика. Видим, что окно программы выглядит у нас практически таким же образом, как и для пространения графиков. Единственная разница – у нас появилась трехмерная плоскость. Для начала выполним ее настройки. Для этого в правой части экрана выбираем соответствующие настройки. Мы можем добавить или удалить координатную плоскость, включить сетку, изменить проекцию, выполнить анимацию проекта для того, чтобы со всех сторон посмотреть геометрическую фигуру. Вернемся к первоначальной области. Также возможно произвести привязку к сетке и выполнить другие настройки специфические, о которых подробно говорить мы не будем. Также мы добавим еще одну область, которая называется полотно. Видим, что в этой области у нас представлена двумерная координатная плоскость. Она является проекцией плоскости x и y. И, соответственно, если у нас будет в двумерной координатной плоскости появляться какая-то фигура, она автоматически будет отображаться и в соседнем окне. Первой фигурой, которую мы построим, будет правильная пятиугольная пирамида. Начнем с построения основания этой пирамиды. Для этого переходим в окно с плоскостью x и y и выбираем инструмент «Правильный многоугольник». Как видим, появилась подсказка, нужно указать две вершины и общее количество вершин. Задаем две вершины и указываем их количество 5. Получили правильный пятиугольник. Обратите внимание, если мы будем перемещать вершины, несмотря на это, все равно пятиугольник у нас так и будет оставаться правильным. Теперь сделаем так, чтобы название многоугольника 1 не отображалось на чертеже. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по объекту, выбираем «Настройки» и отключаем галочку «Показывать обозначение». Закрываем. Основание пирамиды есть, теперь необходимо задать высоту. Для этого мы нажимаем по области с трехмерным изображением, чтобы перейти в это окно. И выбираем инструмент «Выдавить пирамиду или конус». Видим, что у нас выплывает подсказка, что нужно указать многоугольник и задать высоту. Задаем высоту 6. Получили правильную пятиугольную пирамиду. Теперь отключим полотно, в котором выводилась плоскость ху. Для этого нажимаем «Закрыть». Закрываем область объектов. И теперь, например, можем выполнить анимацию. Убрать оси координат. Правильная пятиугольная пирамида построена. Это был один из способов построения стереометрических объектов с помощью панели инструментов. Теперь рассмотрим другой способ. С помощью строки «Ввода». Создадим новый проект. Снова выбираем 3D-графика. Вернем оси координат. А где же найти весь перечень команд программы GeoGebra? Для этого мы выбираем панель инструментов, где у нас заданы символы. В ее верхнем правом углу нажимаем на три точки. И видим, что у нас здесь дан весь перечень команд, которые в программе GeoGebra есть. Например, мы выбираем вкладку 3D. Смотрим, какие фигуры мы можем построить, какие операции выполнить. Ну и сейчас мы с вами построим правильную шестиугольную призму. Смотрим, что нам нужно задать для этой фигуры. Нам нужен многоугольник, нужна высота. Посмотрим, как у нас выглядит команда «многоугольник». Для многоугольника правильного нам нужно две точки и количество вершин. С этим мы, в общем-то, были с вами уже знакомы. Вот как раз с двух точек и начнем. Выбираем инструмент «точка». И указываем одну точку, вторую. Теперь построим правильный многоугольник, который будет основанием нашей будущей призмы. На русском языке набираем «многоугольник». Выбираем по двум точкам и количество вершин. Задаем в качестве первой точки точку А, точку В, вторая и количество вершин 6, раз у нас правильный шестиугольник. Нажимаем «Энтер». Многоугольник построен. Опять-таки удалим надпись «многоугольник 1». Выбираем настройки объекта и отключаем «Показывать обозначение». Теперь строим призму по многоугольнику и высоте. Многоугольник 1 у нас. Выбираем высота равна 7. Получили правильную шестиугольную призму. Теперь опишем цилиндр вокруг данной семиугольной призмы. Для этого мы опять-таки начинаем с основания, с окружности. Записываем команду «Окружность». Нам нужна окружность по трем точкам. Будем указывать, например, точку С, относящуюся к нашей призме, D, E. Окружность получили. Теперь создадим цилиндр по этому основанию. Цилиндр. Мы выбираем окружность и высоту. Окружность у нас называется С, малая. Высота равна 7. Изменим цвет цилиндра. Нажимаем по объекту, выбираем «Настройки». Цвет. Например, зададим «Желтый». Таким образом мы построили правильную пирамиду, правильную призму, цилиндр. По такому же принципу можно построить любой стереометрический объект. В следующем уроке вы узнаете, как выполнять вычисления в программе «Геогебра». До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.